всем доброе утро всем умываться всем завтракать всем одеваться всем в лифт ну что ж еще раз всем доброе утро всем хорошего настроения с самого начала просмотра моего видео смотрите вы его утром днем или вечером а может быть поздно ночью всем хорошего настроения сейчас секундочку долбоебы блять ходят сзади машины чеканы блин поехал я по делам чеки снова потом поеду за опашкой горки у нас видите с препятствиями во дворе весь двор перерыли строят какой-то никому не нужный вот с правой стороны строят никому не нужные медицинский центр самое интересное что медицинский центр не знаете как на рынках сдают в этот в аренду сдают в аренду площади то есть это какой-нибудь таджик или узбек я не расист но сам факт того что сдают в аренду это как так это же должны были набрать народ это же должны были провести какой-то ну кастинг не кастинг подбор персонала чтобы люди то были работали одного какого-то не знаю образование и все остальное то не просто медицинский центр которая не просто сдают в аренду площадя это что такое вообще ужас какой-то опять здесь у нас полиция на той неделе значит перекрыли я не вообще это прямо тоже раздражает значит один насколько они боятся народа или почему вообще кто-то должен есть с мигалками хоть ты путин хоть кто вот почему вопрос я задаю вопрос почему ну ладно хорошо президент остальная все вот это шушером у шушера почему должна ездить с мигалками он что торопится куда-то быстрее у него какие-то более срочные дела чем у меня я тоже сейчас тороплюсь я тоже опаздываю уже на 11 минут но это же не значит что мне у меня дела не важнее чем у того человека который едет с мигалками почему он должен все должны встать в пробки все должны перекрыть дороги какие-то в москве ждать когда в течение четырех часов какой-то из четырех часов проедет вот этот вот непонятно извините за выражение важный человек которую мы с вами опять же выбрали ублюдство полное вот просто ублюдство короче вот стою на светофоре поехал по делам потом поеду за пашка пашка сегодня лечит зубы пломба тоже там такая интересная история у нас тут ну знаете вот нельзя материться в ю тубе но вот это слово знаете пословица все знают знают знает как это называется не на е не проживешь договорились там с врачом ему зуб делать ему да он договорился что ему будет стоить одна сумма сейчас значит вчера он выходил вчера их мы сказали ой извините мы забыли вам сделать снимок а я вам уже там сделал какую-то там общем что-то он какую-то там прокладка или как-то в зубе называется значит там что-то он там закрыл уже и теперь нужно заново все это вскрывать чтобы человек ортопед или кто там чтобы закрыли короче каналы ему забыли посмотреть сделать снимок что открыто у него канал запечатаны или не запечатаны представляете вот это как такое может быть врачи и сейчас из-за этого ему с больше на 4000 ему нужно платить денег чем должно было быть первоначально вот у нас врачи ну конечно бы надо было сказать я говорю то я же не могу там пойти говорить там запашку а если я был бы я конечно бы сказал почему по вашей вине должен платить деньги лишние вы мне первоначально на первом приеме вы меня посмотрели сделали осмотр который бесплатный вы не сделали хорошо пусть 200 400 рублей стоит снимок этого зуба да там рентген зуба а вы его не сделали на втором приеме просто человек сразу зуб начинает там что он там делал сделал вот эту там прокладку или что там ну чтобы сверху потом делать наращивать зуб пашка говорит ой мне больно он говорит больно пошли только потом он пошел делать снимок этот врач и говорит ой у вас что было не запечатано ничего ну типа каналы нет не запечатано да не запечатано ну что ж ну теперь вот надо второго врача позвала тот врач вот который будет закладывать ему эти каналы говорит но что ж ты наделал то нужно же было сначала снимок делать ночью как обычно вину все переложили на клиента и вот на 4000 будет дороже стоит зуб я бы сказал по какому по какому фигу я по вашей вине должен делать платить больше денег или делайте скидку или еще ему такое слово сказали ну вот вы или здесь закрывайте каналы типа пломбируйте каналы или потому что вот ну как то вот не получится потому что если у другого врача будет сделать то это уже не получится в общем это как обычно все у нас россии даже в платных клиниках еще раз повторяю что это платная клиника вот на потом зачем мы поедем за пашку я заберу сейчас после дела я дела сделаю по рабочей потом значит я поеду за пашкой он будет на полежаевской там значит это заплатная зубная поликлиника потом мы съездим в магазин после магазина мы поедем к нашим подружкам в гости они сегодня нам обещали спечь для поправки бюджета поправки чтобы знаете более растянуться шарлотку решили сделать вчера мы вложили в ирину и в наташу вчера говорю среди перепутал еще вложили тут недавно в ирину наташу эти яблоки которые те вот самые все еще они так и не могут закончиться на вот и девчонки нас пригласили сегодня в гости на шарлотку они у нас были потом они нас пригласили очень гад приезжайте на шарлотку вот поэтому вот такая вот история поедем а еще обещались они какие-то там хачапури по-аджарски что-то там такое сделать но у них нет сыра поэтому нам надо ехать в магазин купить сыра а вот поэтому сегодня такой денечек тоже интересненький утром было солнце я так обрадовался солнышко вышло все думаю ну класс сейчас машине показывает что за бортом 10 градусов 10 градусов но увидите что я уже пальто дел хотя тут недавно грош чем же я буду ходить ну вот оказывается то что ребятушки пришлось сидеть пальто да еще и шапку ну шапку я еще один потому что у меня уже башка все заросла борода вся обросла это все надо стричь подстригать и у меня вообще просто времени нет этим заняться блин на 20 минут уже практически опаздывает пипец так что вот такая вот история снимем немножечко видео может быть как у нас подруги будут готовить шарлотку если они до нас не приготовить но заставить сделать хачапури по-аджарски или как она называется как-то так она ирина сказала что она делает но если она не будет готовить у них есть духовка я сам это приготовлю и попробую заснять так что смотрите чё покуришь истеричка идет в гости и видео наконец-то и на другой этаж Ирина готовит сорлотку. Я просто делала сорлотку, но не получилось. Это второе раз, когда я ее делала. А ты сколько яиц добавила? Пять. Пять яиц, ну там, да, много. Ты вчера так уверенно про нее говорила? Да, я думала, что я умею делать, но мне вот оказалось, что рука все будет. А ты разрыхлитель не добавляла? Нет, разрыхлитель не добавляла. А есть разрыхлитель? Да, надо добавить. Шарлотка на моих штанах. Разрыхлитель дай, разрыхлитель. Ой, у вас свечи горят, у вас так все романтично сегодня. А что нужно, чтобы не было комочков? Ну, у тебя просто комочки, это, скорее всего из-за того, что ты тесто, тесто не размешала. Да, сколько там, пол пакета есть? Да. Ну, кидайте все. А он не будет содой типа? Ну, как? Ну, чуть-чуть-чуть-то будет. Может быть оксус? Не-не-не, это оксус точно не надо. Все хватит? Да. Главный, главный аксессуар на кухне это зеркало на столе. Да. А Наташа готовит пасту. Баланеза, я уже говорил. Баланеза. Конечно, у вас такая шикарная кухня. Не то, что у нас. У вас такое же видео хорошее получалось. Куда детей к нам готовят? Снимать. Да, снимать. А мы будем пробовать на сцене. Ставить вам вам. Да, типа званый этот, а это как это? Как это? Нет, мы типа жюри, а не жюри. А кто это? Оценщики, дегустаторы? Да. Ревизоры. Да. И как раз сразу будем говорить плохие комментарии, либо хорошие. Нравится, не нравится. Может быть что-то недосоленое откуда-то. Он думает, что я его снимаю. Думаю, что мы делаем? Мы прикусываем губы, чтобы они были такие, знаете, надутые. И кариес достаем из зубов. О, я достала. Что, кого? Кариес? Угу. Мерть. Угу. А что у меня алюмия? Где? Может что-то за дыня? Вот, только красное. Ага. мне кажется цвет отцвечивает что думаете мы поели думать что мы сейчас делаем кедровые орешки ирина делала шарлотку сейчас будем пробовать нет микроволновки тоже мультиварки мультиварки невкусно я уже пробовал пахнет кстати вкусно да мне кажется 40 40 200 градусов надо тыкать ну тыкать бесполезно потому что там яблоки же и все равно будет там тем более много яблок блин как неудобно держать еще одно она дома дело у него дома не получилось производство поставишь на поток а молоко надо добавлять ну честно я вспоминаю просто рецепт шарлотки я знаю что там яйцо идет ну там большое количество там 56 кто-то кладет и в зависимости опять час от размера нужно яйца же есть там с 3 и есть с по кстати проводил эксперимент и был в киеве не снят яйцо с грубо говоря 2 и т.с. он берешь не просто размер одинаковый только вы в свой чем причем бывает что крупное и тут же она может не мелкая то есть вообще разнобой может опять этот производителя зависит вот я понял что там значит разрыклительный сбой а суда горшиной уксуса может быть запах соды мойка пахнет вкусно да это пока минут пять-десять пусть поставить снизу как как тебе грецкие решки грецкие решет неудобно грызть вот этот минус и не люблю потому что не чувствуешь потом вкус самого ореха нет просто есть орешки которые быстро достаются есть прямо которые это долго любом случае это полезно интересно можно вот с этой шкулы вот с этой можно выйти так как она завтра выходная ты воскресенье работаешь почему ели болонезе пасту пасту болонезе груери кстати вот с коррупой вкусно попробуй перемалывай его подает боишься иностранец а живота засорится да нет аппендикс у меня нет аппендикса я вырезал я самостоятельно его вырезал воспитание 18 лет уже не надо брустик просто решил вырезал аппендикс червеобразный отросток погладила то кошелёте нежно молодец чтобы денежки возились что нужно нужно монетку взять монетку простую денежку красная тряпочка должна быть а эту денежку кладешь тряснуть красную тряпочку завязываешь не кладешь кошелёчек проверено у меня действительно надо с этим сделать я вспомнил ну простую 10 копеек на 50 копеек рубль всем на заметку стать я проверял на это было действительно не было денег я положил такую монетку и у меня появились деньги это мне экстрасенс да? да ну это что сделал ну это прикольно вообще деньги брались вообще нет нет нету раз что-то один что-то дал где-то там подработал что-то там туда и пустян деньги так были потом эту монетку у меня кошелёк порвался эту монетку потерял и всё а она говорит надо что-нибудь какие-то я смотрел программу может и знаете есть такой экстрасенс знаменитая достаточно женщина у неё такая яркая раскраска и такие волосы чёрные вот такие не знаете ну она в битве экстрасенсии конечно не участвовала но она такая знаменитая а всё поняла не скажу у неё такая яркая боевая раскраска всегда и волосы так знаешь как карвингом сделаны и вот я тогда помню она раз говорила что если вы хотите чтобы у вас деньги водились нужно вот сделать так я сделал действительно положил там ну просто в кошелёк где деньги лежат а там знаешь там где практически не пользуешься там отделом какими-нибудь и всё а деньги появились просто красную тряпку просто красную да у меня просто что-то я не помню где я её взял но у меня дома в тот момент была действительно просто чисто красная тряпочка вот сейчас шарлотку вам покажу вот как жаль что у меня нет духовки видите какая красота получилась вот вот с этим тут немножко темнит видишь видео темнит а он тут золотой а тут такой как будто подгорел почему-то на свет потому что наверное так падает а я хотел знаешь что посадить снизу может там сахар клали посмотри а кстати там вообще такое право да красиво да смотри могу так приподнять смотри смотри ой вообще красота ой ну как а не видно всё равно не видно ой сейчас видно да яблоки класс красота здорово сейчас остынет и мы его порежем живота нет живота не видно не видно нет вот такая получилась шарлотка красота 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 ну и и вот у нас одна вилка на двоих да чайок у нас с клоповкой клоповка да ягода такая тоже с дальнего востока тоже вкусно ну-ка сейчас пошли прям попробуй надо еще сахар добавить, но если будет у тебя этот, как он называется, если пудра будет еще пудру, а если будет еще кусочек мороженого, вообще ничего больше не забудет, вообще замечательно, красиво сегодня сделаешь мороженого не хватает мороженки, так ладно будем кушать красиво получается обзорная экскурсия и только или только и лицо получается такое же ладно до следующего раза прощаемся сегодня видео заканчивать сейчас нужно бежать смотреть битву экстрасенсов ирина будет делать шарлотку снова и гороховый суп с луковицей кстати да будешь делать с луковицей? да с большой оградой, как в прошлый раз я кстати тогда не понял почему-то ты же делала просто для бульона, для навара, а молитина тогда ржала, я думаю, я просто ее не вынула, а до меня через какое-то время дошло, что просто луковица, она просто для, ну чтобы не крошить, сок дала вкус и убрать, так что это, ну все давайте всем пока-пока